Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это новая партия в Сидмерс Цивилизейшн 6 Gathering Storm! Вау! Традиционно будут случайные цивилизации, но по превьюшке вы уже поняли, что мне выпала Скифия. Кроме того, мы выбрали одну из новых карт, на которых еще не было партий. Карта называется Озера. Посмотрите, как она выглядит и генерируется. Ну а во всем остальном, традиционные настройки. У нас по правилам нельзя пропускать великих людей, запрещены приваты, все остальное разрешено. Можно делать все, что хочешь. Напоминаю, что спонсоры канала всей серии этой партии видят уже сразу во вкладке сообщества. Для всех остальных они будут выходить раз в сутки. Спасибо спонсорам за поддержку. Если вы хотите стать спонсором, то кнопочка есть внизу справа под видео, по идее. Не знаю, на каком языке у вас YouTube, там либо join по-моему по-английски, либо спонсировать, по-русски. Если вдруг в вашей стране эта кнопка недоступна, то, видимо, для вашей страны YouTube эту функцию не ввел. Можете попробовать VPN. И еще одна традиционная штука. Прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров в комментариях и от оскорблений участников. На всем остальном, приятного вам просмотра. Ну что, мне рандом выдал скифов. Это, думаю, будет веселая игра. Главное найти кого-нибудь рядом. Давайте еще раз уточним способности скифов. Все юниты получают плюс... Я на озере появился. Все юниты получают плюс 5 к боевым мощам при атаке поврежденных юнитов. А при уничтожении восстанавливают 30 очков здоровья. Офигеть. Дополнительный юнит легкой кавалерии или конных лучников сайты. Я после того, как походил оказалось тоже, что море недалеко. Легкая кавалерия. Это у нас всадники. Кто какое море видит, интересно. Я вижу большое горькое возе. Летучий отряд, кавалерия и вертолеты, соответственно. Дальше. У меня черное море. Ой, я вижу галилейское море. Ну, конные лучники саки, уникальный скифский юнит античности, дальнобойный юнит, четырьмячковое перемещение и дальность черного моря. И курган позволяет строителям создавать курганы, плюс 1 вера, плюс 1 золото и плюс 1 вера закажу соседние пастыщи. Вот я пытаюсь вспомнить сколько. Я, как минимум, птичья, Россия, Османская империя. А этот Вена может еще? Сюда посмотрю или сюда. Нет, давайте сюда лучше. Они вроде недалеко. Какие-то горы прямо, смотрите, кампус уже сразу на плюс 4, да, имеется. Ну, ладно, я никуда не пойду. Ставлю здесь. Сразу развенчиков. Мне надо доходить мою первую жертву быстрее. Рядышком. Так, с пастбища. Ну, там, Катя, по-моему, для этих конных лучников саки лошади и не нужны вообще. Ну, если смотреть на Горинцын, Гисхана, можно сказать, что и Тихи океан рядом, и Атлантический тоже. Еще и Византина. Да, им не нужны вообще лошади. Тоже здорово. Так, два континента нашли. Все, поехали. Мне какая-то фигня досталась, честно говоря. Фигня, в смысле, нация или территория? И нация, и территория. С другой стороны, стандартный мир, может, это у всех так. Ну, я не знаю, я думаю, на самом деле. Так, давайте немножко поправлю здесь. Повыше. Я не поставил город. Так. У меня вроде все хорошо. Для стандартного мира, в принципе, более-менее. Вот эти горы, мне кажется, вот где-то инки могут быть, потому что вот это, ну, это не типичная для скифов генерация карта. Ясненько. И в чью пользу? 1-1. Ну, в прошлый раз мне, конечно, больше Лешу вынес, но мистер Ди меня мог вынести всю игру. Просто. Ну, мы же договорились. А вы встретились опять? Пока нет. Я надеюсь, что мы не встретимся, иначе это уже будет Санта-Барбара какая-то. Я, кстати, недалеко от Санта-Барбары. И тут, кстати, в США Санта-Барбара, то есть им этот сериал, он абсолютно неизвестен никому. Ну, то есть, он, наверное, когда он шел, более-менее был, но это такой, дневная мыльная опера была, то есть. Нет. Потому что у них их очень много. Да. Я, например, Талас помню. Вместо Санта-Барбары. Так, вот тут степи, конечно, типично. Так, ну давайте этим вниз тогда. Получается, если ты кого-то находишь, то ты не имеешь права рассказывать, кого ты нашел, да? Нет, ты можешь по нику обращаться, но не по нации, не по цивилизации. Ну, просто, чтобы интереснее было, знаешь, как удивление такое, кого ты встретил. Эй, Камер, привет, да? Да, да, типа, или... О, Александр Македонский, все такие, блин, в игре Македонский, все такие, еее. Сам док и поедолим. Блин, ну это, смотрите, вот это просто голый вася, ну это, конечно, типичный сценарий. А волкан уничтожает руинки? Нет. Зато ресурсы уничтож... Хотя, слушайте, я не знаю про руинки. Я видел, как ресурсы он уничтожал. Кажется, я кого-то нашел. Не помню, как я мечтаю. Да я тебя нашел. Вот это типичные скифские земли. Просто типичные. Я хочу понять, где ты меня нашел. Начинается. Так. Но природа пускай это обрабатывает. Будем пытаться пантеон взять. Ага, окей. То есть, подожди, а в разы так бывает, что ты меня видишь, а я тебя не знаю? Да, бывает. Нет, бывает, если человек на холме, а второй стоит через холм. То есть, тот, кто на холме его видит, стоит через холм, в смысле на равнине. А тот, кто на равнине, не видит. Помню. Спасибо. Блин, ну тут, конечно, рек, прочего, но селится здесь. Чередина Голландия тебе выпала, да? Подготовленный пришел. Да, я там уже знал. О нем, кстати, выпала интересный сюжет, за который я играл уже сегодня. Так, лошади, лошади. Ну, не серьезно, что... Там все встретились, как же это хорошо. Хорошо. Здравствуйте. А ты зачем сюда дальше ходишь? Тут некуда, блядь. Я даже не знаю. А, пока открытый. Ну ладно. Тут пока есть, наверное, сюда. Вот и руинка, наконец-то, хоть какая-то. Так. Плантации. Мне бы, конечно, плантации, но ускорить их невозможно. Этим, я скаутом, конечно, сюда пойду. Нет. Лошадей обработаю. Мне бы выкупить мрамор обработать. А, вот, пшеницу ускорить. Добро пожаловать отсюда. Вот все. Так, ладно, в очередь. Блин, немножко приболел. Вы уж извините. Кстати, интересно, будет ли в этой игре шум на фоне, что невозможно будет смотреть, и пропадание курсора. Это главные вопросы, скорее. Но я думаю, что у меня открыть дальше. Знаете, она горное дело. Все-таки попробую мрамор. Жалко, что пшеница и мрамор немножко в разных сторонах. В каждой раз, когда такая абсолютная тишина в чате, я начинаю задумываться, а там не разорвался ли у меня интернера? Да, да. Нервничай, беспокойся. Можно ли? Все, может, какой-нибудь пантеон на плантации, такой на плантации, на пастбище. Что, гагашки кто-то уже находил? Да вынесли уже. Гагашки. Вообще, честно говоря, я уже такую большую территорию открыл, я вообще еще никого не находил. Что, для моей... Может, тут никого и нет? Для моей цивилизации, конечно, грустновато. Не, ну я так понимаю, что Чилинии со Словенией встретились уже? Нет, Чилинии не встретились. Нет. Подождите, Словения — это какая нация? Я на секунду залив. Словения — это Словакия. Чехословения. Чехословения. Знаменитые матчи СССР против Чехословении в хоккее. И вот эти. Так. Ну, давайте пока мастерство начну. Ставим, конечно. Ставить мне против варваров. Давайте лучше удвоен на опыт разведки. Юнитом разведки пока поставим. Блин, я уже четыре очка где-то набрал. Потому что за счет чего я четыре очка-то набрал. Давайте глянем. А, первый новый континент открыл. Ничего себе. А что за континент? Вот это Азанье я первый. То есть на Азанье вообще никто не селится. То есть я не мог его первым открыть. Хотя, может, я поставил город еще до того, как кто-то поставил город на Азанье. И поэтому мне засчитало, как мой континент. Видимо, так. А, ну то есть еще, короче. Вот такая довольно длительная. Реально для других земли, ты делала на зону. Привет. 20-й, ты, ты, ты. Неплохо. Знаете, что я постою, чтобы он меня протоковал, и я получил прокачку? Товарищи. Не особо. Так, ну что, лошадей обрабатываем. Какая следующая клетка добавит? О, вот это, да, отлично. Я тогда куплю пшеницу, значит, обработаю лошадей, потом пшеницу обработаю, потом пойду мрамор, видимо. Должно хватить денег. Одного раз купили. Должно хватить. И пойду тогда плантации открывать, потому что это... О, видите, как я и говорил. Так как я поставил на улучшенный бонус юнитам разведки, то он сразу и прокачал. Вот тут пустыня чья-то. Блин, интересно. Вот это явно... Вот это сгенерированные все горы, это не для моей цивилизации. То есть это какая-то другая цивилизация там. Мне интересно, какая. Горное дело открыли. Ну, пойдем, наверное, ворошение пока. Или давайте пока... Пока просто гончарное дело, потом посмотрим. Ну и, наверное, поселенцев пора. Что тут уже ждать? Блин, если не эта клетка добавится, я не знаю, что здесь. Добывает, кстати. То есть они показывают, мы добавим вот эту клетку, а в итоге какая-нибудь вот эта. То есть они одинаковые, видите? Не, слава богу. Так, сколько будет стоить купить ракет? Чуть, такими темпами, даже не знаю, как золотой век. Ракет. И тут 25, и это тоже будет 40 стоить. И выходи. То есть мне еще 25 монет надо было. Из комнаты, не совершай ошибку. Может мне уже возвращаться этим юнитом? О, валет. Валету я первый, кстати, встретил. Блин. А где все? Урал. Смотрите. Урал на... На Волгу. Прикольно. У меня тут названия рек друг на друга легли. То есть оба названия на одной клетке находятся, они так просто под разными углами. Почему так эти в комментариях писали, приближать больше... А у меня все в тумане войны. Все названия. Ни одно прочитать не могу. Единственное, у меня что-то дискордный, много сумансов, что на это устройство на котором оно включено. Так, значит, обрабатываем пшеничку. Ладно, может тогда не будем... Хотелось бы мрамор обработать, но это очень дорого будет скупать эти клетки. Видите, 25 и 40, то есть это 65. У меня даже нет таких денег, а копить... У меня есть возможность благовония просто будет обработать. Я пойду сразу в ворошение тогда. Еще руинки. Ну я бы, конечно, этого поселенца сюда вел. То есть вот эти грустные степи скифские меня вообще не вдохновляют ни на что. А здесь... Тут явно и кампуса можно будет встать. Вот эти реки красивые. Лошадей. Лошадей скинь. Я одну нашел, да. Ну вообще место нам тут... Я не знаю, у кого как, но я уже столько всего открыл и никого не встретил до сих пор. То есть место получается тут немерено. На этих озерах. Ну да, на озерах карта большая. Что я еще раз повторю, для моей цивилизации не очень... Ну с другой стороны, мы можем развиться до кавалерии, например, на кавалерию уже нападать. Так, давайте сюда прыгнем, посмотрим. Ну тут еще и... Еще чем хорошо сюда ставить, это уже другой континент. То есть тут другие будут ресурсы. Блин, это пустыня тоже... Блин, странно, эти горы. Видите, я никого найти не могу. И... Блин, пять ходов, да. Орошение. Уже курганы можно ставить. Надо, кстати, по поводу курганов подумать. Может быть и хорошо их будет ставить. Кто-то не пьел. Ну, рискально перезапускал. Может быть, предупреждал. Или меня их тогда? Да, сюда сейчас куда-то пойду ставить поселенцам. Город. А вот третий. Может, здесь где-нибудь на Балхаш. Если вы с озера Балхаш, кто-то есть среди зрителей, кто смотрит. И прямо сейчас на озере Балхаш находится, ставьте лайк. Так, качнем разведчика. Пока отложим мастерство открытия. Здесь рабочим ждем открытия орошения. Ну, все равно пока мне сюда надо идти. А тут дальше решим уже. Еще руинки. О! Геотермальные сочи. Тут и горы, и геотеры. Тут должен быть вообще какой-то кампус офигительный. Да блин, где все это? Ну, еще поселенцы. Что тут? Так, если честно, не слышно? Слышно, слышно. О, супер. Теперь все начиналось. Орошение. Ну, вот смотрите, кампус. Раз, два, три. Тут кампус на плюс четыре. Так? Ну, то есть, так как нету никого рядом, то какое развитие через веру, например? Никакого. Тут можно подзабить даже на опасности, кампуса сразу ставить. В общем-то, то есть, выходить в кампуса и их фигачить. Так, что-то я не отметил, что это кампус у нас. Вещь, меня бесит, типа, когда у ГГшки вплотную прям стоит в ней варварский лагерь, она его не бьет. Типа, когда в десяти клетках от ГГшки он прилетает своим воинам и тупо забирает у тебя всю голоду. Блин, мастерство само ускорилось. Ненавижу это. Осуди ГГшку. Наложи на нее санкции. Не, ну ГГшка хорошая, блин, само по себе. Я б не простил. Че брать, какое верование брать? Вот вопрос. Ну, о, а, ГГшка. Я думал, уже кого-то... И Канди первым встретил, господи. Да где ж люди? Какие? Ну, вот, смотрите, кампус плюс два на плюс четыре. Вот тут кампус на плюс четыре, например. Так, значит, надо будет думать, где тут город ставить и тут. Слушай, она по-натому не всегда нужна. 12, да, Ригигиги, в отличие от пятерки здесь не увеличивается. Да. Давайте глянем, что тут. О, лагерь варваров. Так, давайте размышлять. Ну, вообще, я бы еще сейчас с воином сюда встал. Тут, скорее всего, будет гора, я так думаю. Поэтому... Мастерство, один ход. Пока сюда встану, сейчас я подумаю. Может, я прям тут у города и поставлю. Хотя вот тогда мне надо... Ну, сейчас я встану дуболомом. Надо думать. Ну, тут вот в плане науки, конечно, места хорошие. Потом здесь надо будет где-то, да, города ставить. Но очень много территории. Да, видите, я и думал, что тут гора будет. Тогда... Тогда... Чтобы город хоть как-то развивался, видимо, сюда его надо ставить. Тогда этот город надо ниже. Раз, два... А, может, не ниже, а вот сюда поставить просто. Кстати. Вот сюда. Так, пошли, наверное, с лагерем разбираться. А этим на всякий случай... Хотя я могу и сюда прыгнуть, чтобы посмотреть, что тут вокруг. Ну, что, будем пытаться, видимо, в темный век выходить, получается. Вообще непонятно, где вот кого... Ну, смотрите, какую я уже территорию открыл. Мне бы вот тут внизу еще посмотреть. Тут, конечно, тундры, но, в принципе, места неплохие. Тоже вот на озере. Кстати, мы в Южной Америке находимся. Да, в Южной Америке. Ну, эти знаменитые скифы из Южной Америки потом... Ну, это исторично все. Они потом на лодках приплыли, на байдарках шлеп-шлеп по воде, приплыли в те места, где их нашли археологи потом. Пришло время пантеончик брать. Че такое убитая овечья? Да тут варвары за мной гонятся. То есть ты мне... Может, вот этот юнит поселенцев взять? Поселен, да. Давайте, наверное, религиозные поселения возьмем. И я овечья, а овес. Ой, извиняюсь. Постараюсь запомнить. Да я не знаю, Леша как-то решил меня так назвать. Ну, а че ты не поправлял, извини, пожалуйста. Да я тебя раз десять поправлял. А, да. Ну, тебе нравится меня на латинском называть почему-то вот. Да. Ну, мне нравится латинский язык, да. Все, у тебя... Я не понял, а как правильно получается? Овес просто. И чайник. Не, я дострою все равно этого посела. Винвиди Вичи. диджей такой был умер а вич и может он не умер а ушел в подполье с нами в целую играет и и и этот как его блин ощутил там джон в голове крутится эл эспресс львов но с нами уже круг есть куда и а чуть и я в золото так опушь на другом континенте что ли поставил на решающую реку издеваешься да да ну короче надо золотой теперь ли я сделала втором охотничествовать все хорошо в этот раз на просто при этом даже ко мне был повышение не убьют не убьют они мне его так решение открыли наконец-то в автостопом а я нашел ереван ничего ну может кто-то еще нашел еревану про это вижу что кто-то еще нашел а я думал все выносить того кто религию основы так надо бы наверное вот тут еще посмотреть конечно этим я пойду сюда поставлю наверное этого поселенцы сюда поставлю куда-то так и пожалуй возьму отдельно боинг атак сейчас да ну короче это чисто игра в развитии будет сразу вас предупреждаю так тут ставим и подождите сейчас моя скаутами похожу вдруг я смогу за счет чего-то опыт получить нет все тогда тут меняем на строительство этих в пантеон я взял просто на производство выдавать два очка эпохи на двадцатый ход весь так я четыре очка смогу уже получить курган поставить так подожду пока у меня прачник появится турок же и реванцы мы просили с ней говорить и оговорился но я не знаю поэтому и говорю что стараться потому что никто никогда кто не урок любая я реально не хотела просто случайно балета канди такс убиваем но видите убили и вылечился юнит зашибись очень классная способность конец вот еще горы ты можешь тактик только за то что телом ты еще и чудо нашел большой барьерный риф у существует это город надо ставить либо на камень либо на рис вынаде тут очень далеко но тут надо ставить надо ставить ну тут я не хочу какие-то тундры уже я как какую стерео в сторону люксо нашел я бы сюда пошел на пол он не нашел откуда справа пришел смотри сделка пожалуйста там я стрел на рабочем выходить старом стоишь на еще и континент нашел первым причем позитивание а где северная америка вот это что ли то я просто полечиться от варваров я поднимаю америка вот это просто как будто стрёмно все равно или ты думаешь я с одним в хп разведчикам устроил тут гимнации свете что у меня юнитов тут вообще никаких нет можешь устроить 3 захватишь и удалишь 3 елочек правил но двадцать рублей таком без соседей даже и и чем он еще 8 можно не нужно придумать стратегию какую то так ну мы можем убить просто лагеря лаванная в золотом веке мы на озерах играем тут нет морей а у меня море море тебе кажется это озеро мне не кажется угры и писал не обманывай себя в госпитской море и озеро надо тут исследовать этот пустыню тоже пусть и ну я прям отделен тут степями тут пустынями от всех пусть он на только надо в расселении играть через через карта без картографии просто тупо очень очень много места к сожалению хоть я и радовался скифи что буду на всех нападать выхожу сразу фаври захватывает или просто просто все далеко будут этот трындец зато могу пошире расселиться и в общем то ведь я даже открываю письменность не ожидая что кого-то встречу не собираюсь а я хочу открыть быстрее письменность чтобы ставить здесь вот офигительные кампуса и улетать по науке видимо ну правда не так много мест с офигительного еще хочу сюда сходить посмотреть что здесь мне кажется тут еще должен быть очень крутой кампус вот здесь неплохой кампус до 1 2 3 тут тоже три варвары ну как приближаются так ходят засухая фиг знает где такая помощь не моё название что за название я тебе подскажу болт как какой-то какой-то африканская или вы не стаиландская на токах мерзкая может уже купить мне караванчик а при мне не открыл давайте на международную торговлю откроем пойдем их тут я хочу как раз рабочего поставлю пойду вырубать этот лес и тут кампус ставить здесь сейчас город поставлю сразу просто кампус начну строить даже без без там монумента чё ждать то с другой стороны канди конечно реликвии при открытии каждого нового чуда природы также плюс 50 процентов вера от всех реликвий кэш это прикольно это прикольно может попробовать задание нету смысле мы уже два посла в канди все еще какое-то задание у нему выполнил мало то что 1 открыл так еще и задание какое-то выполнил прикольно прикольно так вот мы в золотом веке военная традиция ускорена ставим город ставим кампус да 14 ходов но плюс 4 кампус будет вот тут еще кампус хороший видите если посмотрим может у день еще город поставим так давайте думать где тут я бы вот наверное начало подумать тут куда ставить так откроем откроем астрологию так сейчас я раннюю империю ускорю так сейчас я раннюю империю ускорю но у нас на четверке мы играем может все-таки было пансион пансионное басбище засаживать вход в город ровно тем же ходом когда поселение доделывается но магнус засаживается он успеет свой бонус как бы применить или нет его сразу на два прокачал но так подожди уже еще пять ходов должен туда прийти если едет и он доезжает ну то есть если ты имеешь ввиду что один ход ему осталось например один ход приехать и один ход до строительства поселенцев по идее должен а ты прокачал его чтоб у него не уменьшался население да да конечно да покупают торговца будем дороги делать так посмотрим в итоге что у нас тут ну в этот раз люкс мы с тобой очень далеко друг да да в этот раз все шикарно я считаю я не знаю я открыл уже огромную карту и никого селись и радуйся я походу тут да сам с собой буду играть что в одну сторону шел все время ну и блин засуха не в тему здесь получилось ай-яй-яй нет все вокруг о кабан интересно это тоже понятно можно как-то на еду я не хочу у меня жители уменьшились нет блин так давайте наверное тогда эту клетку купим все равно один ход да уменьшить блин я не хочу чтобы у меня жители уменьшались жопа какая засуха не в тему вообще рядом с вулканом опа сидел кампус на раз два три на плюс пять вот здесь так давайте монумент и что никто в пророка не идёт хотя забрали и танец авроры и ну и здесь кампус плюс три видите забрали здесь поставить город можно потом еще тут плюс три то есть тут город можно поставить ну короче надо через кампус играть просто а нет не уменьшилось футы так значит идем вырубать лес верных да потому что ти при здравствуй я не завершу накалит кстати обработку бронзу давайте открывать так давайте наверное сюда поведем этот парень тут у нас воюет или коли я от скаута да очень ну я тоже стране уху раз два три 4 5 вот тут было бы на плюс 7 но я не могу тут кампус поставить просто шелк тут было бы просто на плюс 7 хочет тут тоже город надо ставить будет мне кажется и тут просто я горами отделена забавная территория в тундре реку амур бежал по ней в надежде встретить россию и лежал и лун друг лес пустыню снова лес даже бежал до пустыни опять россии все нет окажется что амур это нет еще может оказаться что амур это этот скифы москифы до амур они доходили по уровню снежды жарят и какой-то катет так даже раньше следовать сюда встану хотят блин тут может быть кстати от что нам строить блин засуха заканчивайся значит кампус я здесь строю здесь день кампус какой-нибудь ну тут тут нету на плюс три к сожалению но тут зато можно будет где-то правительственную площадь поставить может быть так тут значит кампус мне бы еще научную ггшку найти я вообще буду в шоколаде тогда потому что у меня территория для науки живи и радуйся на этом пока все продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас в отладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуюсь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока